а сам василич хорошего дня вам торгового здравствуйте андрей владимирович сейчас как меня торговые как у вас идут дела хлебные дни или не очень в каком смысле бабала ты знаешь я последний месяц практически не торгую то есть инвестиционный портфель есть новых покупок не делаю я думаю что и большинство в рынке примерно также поступает судя по оборотам торговым вы ждете цен более привлекательных не знаю даже чего я жду я жду наверное даже не цен более привлекательных ситуации более ясной касательно цен кстати до прошлого прошлый прошлый за прошлый раз вы говорили я был уверен что мы минимумы мы уже видели в этом году по индексу ммвб сейчас это моя уверенность несколько пошатнулась вот апрель закрылся медвежьим поглощением по ммвб не часто я смотрю на технические индикаторы но в принципе они есть поэтому 2000 а теперь даже может быть 2000 мне скажется с большой вероятностью полторы тысячи уже я допускаю такую возможность искать движение котировок поэтому не знаю таких уровнях чего покупать мой портфель сформирован я его держу больше пока ничего не делаем посмотрим и по по рынку еще есть одна идея вот извини я договорю чуть-чуть когда можно наверное купить спекулятивно депозиты у нас у народа на три месяца открытые по 20 процентов закончится где-то начале июня месяца ставки с того момента сильно съехали было 20 14 депозит также возможно какой-то приток денег на рынок произойдет в этот момент вот конец мая наверное можно смотреть на какие спекулятивные покупки понятно вам не кажется что надо немножко глубже иногда копнуть что люди которые покупают российские акции они не совсем понимают что за красивыми словами про экономику россии ничего не стоит никакой экономика россии нет это просто 0 экономика россии все-таки какая то есть это не 0 уже как-то существуем живем до заправляемся бензином покупаем еду экономика россии есть она была всегда но она стагнирует она будет стагнирует мы пока не ощутили вот за эти два три месяца того что может быть я думаю на горизонте полгода еще там квартал 2 увидим более яркую картину чего экономики нет экономика есть и акции пока есть отражающие эту экономику насколько справедливая их стоимость другой вопрос ну как вот и люди когда поймут что экономика нет они конечно броситься покупать хлеб то есть первоочередные есть потребность человека покупка акции не входит в этот перечень не знаю общем деньги то никто не отменял пока и если есть как говорил остап бендер денежные знаки значит есть люди у кого их много вот поэтому кому-то хлеб а кому-то и акции рынок акций в последнее время таскать контингент рынка акций по открытым счетам расширился до 5 миллионов человек из 140 миллионов населения поэтому 135 хлеб или 140 хлеб сколько у нас население то но как-то сокращается потихонечку до 140 возьмем за цифру примерно но какой-то части акции поэтому рынок наверное будет существовать если у принудительно государства не отменит уже запрещают там оборот акции на зарубежных биржах до вплоть до особого разрешения на по особому разрешению почему бы акционерным обществом не остаться но биржевую торговлю акциями прекратите тоже вполне допустимо если пойдет в эту сторону куда мы сейчас идем если говорить о переводе экономики российские на мобилизационные рей рельсы на рельсы производства снарядов насколько это все стыкует с фондовым рынком ну вот я слышал там кто-то выступал рогозин по моему да что локит мартин покупают российские инвесторы и и там другие какие-нибудь компании производящие вооружение где же у нас акции уралвагонзавода производящего известное оборудование или кто там еще снаряды как с фондовым рынком производства искать военных рельс и как надеюсь что до такой таскать глубины у нас все-таки это дело не дойдет андрей пара про такие общеэкономические вопросы это лучше какими более продвинутым в этой сфере специалистам хотел бы круг рисков очертить когда будет такая экономика буду говорить ты будешь производить снаряды ты будешь производить с пушки и прибыльность компании будет на двадцать пятом месте ну и сейчас так принципе наверное уже есть прибыльность компаний сами наверное владельцы компаний нацелена на какую-то прибыльность но для государства задача второстепенная лишь бы функционировал хорошо вот эта часть которая меня первое испугало о том что вы увидели на графике поглощение и уже не так уверены а есть ли акции которые вам интересно будет покупать если начнется армагедо армагедо как говорил кузьмин армагедо а разве она не началось ну как если по графику смотреть какая-то пилообразная динамика идет пока еще нет не знаю мне кажется мы как раз находимся вот может быть ней в эпицентре армагедо или хотя в эпицентре какие акции покупать когда начнется никакие наверное не покупать потому что риск отмены акции вообще он существует я все-таки надеюсь что по другому сценарию несколько будет развиваться на фондовый рынок совсем слышится не прекратит при армагедоне что покупать вот что покупать надо было давать 4 февраля на на отскок все наверное инвестиционно ничего поэтому преобладали продавцы рынок в коме находится наш кто-то говорит что рынок жив вот вот с моей точки зрения рынок находится в глубокой коме понятно ну вот значит риск отмена акции хороший вопрос вот алексей кречетов трейдер известный заявил что высокие риски запрета доллара в россии на личном не думаю если до сих пор не запретили вряд ли запретят это вообще возврат в глубокий советский союз смысла это в этом запрете я просто не вижу зачем какая выгода государству или или не надо искать выгоду как ну пока ситуация находится под контролем пока не знаю как это выручка валютно астимулировать конечно это не самый лучший момент запрет запрет доллара ну да пока есть валютная выручка наверное доллар не запретят советском союзе был была какая валютная выручка уренго и помар и ужгород газопровод построили валютная выручка и продажа зерна себе в ущерб сами есть не будем доллара нам нужно сейчас пока приток есть пусть он будет не долларов там юаней все равно какой-то валютный приток страну наверно не прекратится поэтому запрета на личный оборот я пока причин для этого не вижу хотя еще раз причин не видишь но причина может и не нужны кстати небольшое обращение к моим зрителям вы особо друзья не бойтесь даже если акции запретят и долго запретят инвестиции такое широкое понятие широченное понятие можете смело подписаться на мой телеграм-канал верников 100 и инвестировать мы будем в другие активы например грамм пластинки рожей в недвижимости вот артём речь то за покажу инвестиции артем сергей что за тоже косов гаражи инвестировать но я не инвестирую я просто покупаю себе в кайф а он инвестирует как он вчера сказал гаражей грамм пластинки покупаешь себе в кайф он покупает гаражи я пока не покупаю гаражи как инвестицию так выпить пиво вот с трейдерами это нормально я считаю так что подписывайтесь на мой канал и кстати вы будете участвовать до в моем канале телеграм обязательно что значит будет я будете я участвую в твоем канале там не уже на ютубе участвуйте на программе вы не участвовать телеграме я смотрю ты уже почти там десяточку набрал молодец у меня коррекция пошла я была была больше 10 сейчас небольшая коррекция вниз я жду снова продолжение роста коррекция призываю по подписывайтесь youtube может закончиться телеграм-канал может еще и не закончится вот про доллар хотелось бы ваш взгляд на ситуацию вообще настолько оправданных текущей ситуации это прогнозы по доллару понятия не имею давай прогноз сделаю широкий 100 рублей по доллару мы увидим вопрос горизонтов то что сейчас происходит это не соответствует в общем рынку скажем так это искусственно искусственная вещь если бы были возможности этот доллар сейчас куда-то инвестировать кстати вот про инвестирование доллара да да лирическое отступление такое к рынку и к доллару скажу этой возможно сейчас нет поэтому кроме американских акций которые на испугай биржи на которые тоже могут закончиться в любой момент вот у нас капитализация нашего российского фондового рынка примерно 500 миллиардов долларов примерно до free флот наверное процентов 20 100 до но есть у нас еще рынок внешнего долга суверенный корпоративный который 450 миллиардов долларов под этого рынка сейчас нет вообще вопрос куда если бы этот рынок работал на внешнего долга российской федерации там насколько я помню в бирже в малом лоте уже там имитентов или там позиции 30-40 торговалась то я думаю что курс мог бы быть другим более слабый был бы рубль если бы было применение доллару сейчас покупка доллара без применения выглядит непонятной историей потому что в наличные ты его не переведешь если была возможность перевода в наличные покупали безусловно и складывали под подушку в ячейку там еще куда-нибудь а купив долларов безнали с риском того что его у тебя заморозят ну вот это движет курс вниз пока что ну и соответственно сокращение импорта все остальное макроэкономическое это то же самое вот вот про доллар будет рынок применение доллара будет востребованности и рост курса пока рынка нет вы смотрите за перипетиями биткойна то утопили не тридцат очки то выдвинули выше тридцат очки ну и стебл коэн и я еще так смотрю за перипетиями смотрю да но только смотрю я никогда в этом деле не участвовал не планирую и не буду вот есть связано в общем с движением наверное американских индексов напрямую там коррекция и крипте коррекция я больше наверное точки зрения баффета по крипте придерживаюсь а только крысиные яд наверно хуже или или наоборот хуже крыси новая ночь не надо не надо мне подписка канал как только начинают криптов сразу я не ругаю я пожалуйста если люди таскать вот кто-то рассматривал например стоп коины да как альтернативу доллару до который не может быть заблокирован а то что произошло там за последние несколько дней вот я думаю большое разочарование у людей но там же по моему же вернули все но может быть я я слежу за верну нормально но кто-то и за половину продал наверное да кто-то продал да то есть половина нет половина нет к сожалению облигации как понял вам уже не интересно судит по первому поначалу поначалу того что люди будут облигации вам интересно по такой доходности по рублевый ты имеешь ввиду да да нет там доходность разного фазе 10 а все остальное можно там и и поискать если хочется риск пока депозиты интереснее чем облигации мне интересны и облигации наши валютные но их нет этого рынка нет и государство как-то или цб не особо озабочена чтобы он был а он очень большой вот я как бы два шага назад о нем говорил он значительно больше чем free float рынка акций этот рынок и его нет и активы там там наверно половина инвесторов российских в этом в этом рынке половина иностранных примерно можно как-то приблизительно оценить рынка нет а он очень важен замороженные деньги замороженные активы людей параллельно тому что еще и путешествие по брокерам происходит и заморозка так сказать актива у некоторых брокеров в общем пока по рынку ситуация как коматозная скажем так коматозная хотя ты мне все больше про доллар так сказать пытаешься свернуть вот про доллар я повторю что уровень 100 по доллару на горизонте там пары лет увидим а увидим ли мы 50 но трудно сказать тоже вполне может быть сейчас мне кажется если бы не было риска заморозки безналичного доллара следовало бы его покупать и ждать возможности его инвестировать хорошо хорошо все спасибо что санна васильевич хороших вам выходных ну андрей еще на на вот про рынок спасибо тебе лирето лирическое отступление маленькие в конце я люблю лирические отступления вот были такие два фильма день выборов 1 и день выборов 2 давным-давно сняты достаточно веселые такие юмористические и вот во втором который с моей точки зрения послабее первого но там такая есть запомнилась мне хорошая фраза да там где же он там служил этот губернатор то обсуждают фсб или что да вот он был атташи там зурумби зурумби это азия или африка нет зурумби это россия вот сейчас зурумби это россия все